Добрый вечер, в эфире программа 13 вопросов. В нашей студии автор программы Георгий Сергеевич Лиманский. Добрый вечер, Георгий Сергеевич. Добрый вечер, уважаемые самарцы. Георгий Сергеевич, начнем сразу нашу программу и дадим слово горожанам. Первые вопросы от наших жителей. Георгий Сергеевич, перед выборами кандидаты часто собирают просьбы населения. Почему? После выборов иногда кажется, что работу с этими просьбами никто не контролирует. Ответьте на этот вопрос, пожалуйста. Георгий Сергеевич, в Самаре в сентябре пройдут очередные выборы. Скажите, почему не видно кандидатов среди обычных людей во дворах? Георгий Сергеевич, как вы оцениваете перестановки в районах города Самары, назначение главы Кировского района и перевода прежнего главы в Советский район? Ну, я, наверное, начну с последнего вопроса, что сама рокировка глав районных администраций, ну, видно, это объективная какая-то ситуация. Ну, Митрянин в Кировском районе сейчас глава. То есть это помощник председателя Самарской губернерской думы, Сазонов. Я не могу о нем не сказать ни хороший, ни плохой, просто я с ним не знаком. Вот, Сафронов, вот, со стороны достаточно большого количества предпринимателей, вот, кого я знаю, ну, он оценивается как положительный руководитель, тем более, что он и закончил юридический факультет. Ну, в принципе, я думаю, что в Советском районе будет определенное улучшение качества управления. Если говорить о выборах, ну, вот, почему кандидаты собирают просьбы обращения? Ну, это, как бы, метод, который используют его очень давно. Очень давно используют метод. Вот, то, что собирает и потом не выполняет вот эти просьбы, это, конечно, очень плохо. Вот, я скажу, что, ну, в свое время, вот, в 90-е годы, в конце 90-х годов, в начале 2000-го года, за этим очень жестко следили в самих думах. Вот, в городской думе, который я как по должности возглавлял, и в губернской думе, я был тоже депутатом губернской думы, Ковальский Леоносич, когда был председателем. То есть мы постоянно там на депутатских днях заслушали депутатов по тем наказам, мы называли наказы избирателей, которые не давали. И даже предусматривали в бюджете областном. Вот, по каждому направлению, то есть если это действительно необходимо, ну, скажем, там, ну, патовые ситуации, там, подмостки надо делать, там, швы ремонтировать в панельных домах, солнечных микрорайонах. То есть все это выполнялось и все контролировалось. Понимаете? Почему? Потому что невыполнение вот таких, скажем, вещей, вот, я не называю там мелкие, большие, то есть любое обращение человека, вот, жителя Самары, вот, это, ну, как бы, это ценная вещь, это вещь, которая дает посмотреть другими глазами. Я вам приведу пример Марокко, ну, вроде страна в Африке, да, монархия там. Ну, там король, король ездит по дорогам и сам лично наблюдает за всеми негативными явлениями, которые происходят. И там идеальные дороги. И каждый губернатор знает, что если король сделал замечание, на следующий день он уже не работает. И такая система везде. Вот, система такая везде. И в Китае, и в той же Индии, то есть высочайшая дисциплина. Вот у нас этой дисциплины нет. Нет просто этой дисциплины среди депутатского корпуса. Вот однозначный ответ. То есть они собирают, потом, как бы, все это дело там перемешивают, что-то сделают. А население у нас такое, что они быстро забывают, и потом идут новые выборы, там, конфеты раздали, там, еще что-то, какие-то обещания. Слишком доверчивый народ. Вот такое бы, например, никогда не прошло в Германии. Не прошло. В той же Франции. Потому что там люди помнят, что же там обещал тот или иной кандидат. Вот. И за это дело они, ну, скажем, высказывают ему фа. То есть нет. А у нас получается так, что, как бы, ну, на сквозняк проходят некоторые кандидаты. Вот. Если говорить о том, почему не знают, это третий вопрос этого блока, я думаю, тоже по той же причине, что нет контроля. Со стороны, как бы, актива представительных органов власти, особенно, ну, городская дума, то есть это дума, которая должна собираться не в здании, а постоянно находиться на поле с народом. То есть какие вопросы возникают, что там с детскими садами, там, с дорожками. То есть надо привлекать и избирать таких депутатов, как говорит губернатор Меркушкин, который будет иметь связь с населением. Вот если новую эту систему вводят, так вводить ее, чтобы была связь с населением, а не отдаление. Поэтому вот эти выборы, которые пройдут всем избирателям, надо к этому делу отнестись очень серьезно. То есть посмотреть, что за фрукт этот кандидат, чем он дышит, откуда он вообще родом и что он вообще сделал в жизни. Вот такие критерии должны быть. Понятно, Георгий Сергеевич. Следующий вопрос, мы, как всегда, объединяем в блоке, и которые больше всего задают, мы их формулируем. Итак, один из многочисленных вопросов, уважаемый Георгий Сергеевич, почему с 1 июля вновь повысились тарифы на ЖКХ? Ну, тариф это был федеральный закон, если вы знаете, который определял, что каждый год там установлены соответствующие проценты, тарифы повышаются. Но, на мой взгляд, нет баланса повышения качества предоставления услуг. Это везде, это во всех городах, в том числе в Москве такое происходит. Почему? Потому что изначально, я об этом говорил, буду всегда говорить, нужно было жилищно-коммунальное хозяйство в 90-е годы, да и последующие, и сегодня это можно сделать. Перевести на ту систему, которая была в Швейцарии, в Германии, то есть в тех странах, которые... Ну, почему Германию? Вот когда объединяли Восточную и Западную Германию, вот Коль тогда был канцлером, ввели налог. Налог на ЖКХ. И за счет этих денег привели в соответствии к стандартам все ЖКХ в Восточной Германии. У нас этого не сделали. У нас вот приватизировали, отдали. Ну, давайте так, 85% населения страны у нас не имеет возможности, ну, скажем так, не живут в достатке. 85%. Это официальный, как бы, стат данные. Вот. И такие огромнейшие деньги, которые необходимы для восстановления там инженерных сетей, для восстановления состояния самого дома, там, подвальных помещений и так далее. То есть никто не потянет. Население это не потянет. Как вот несколько лет назад говорили, что, ну, давайте там включим туда крупных бизнесменов. Ну, Виксельберга включили, в Тольятти и так далее, в ЖКХ. Ну, а что сделано? Ничего не сделано. То есть таких вот кардинальных каких-то вещей, которые можно было посмотреть и увидеть, что, ну, что-то изменилось там прям резко. Да? Ну, как бывает, например, там, человек худеет, там, или, наоборот, поправляет, сразу видно, если он там, да, вот я похудел там, на один килограмм, это все равно же незаметно. Правильно? Конечно. Ну, то же самое здесь. Ничего незаметно. Поэтому я считаю, что все равно надо возвращаться к этому вопросу. Кто бы ни говорил, как бы ни говорил, возвращаться к вопросу, государство должно найти такую возможность, может, не сегодня в кризисе, а все равно найти возможность и ввести или налог, вот, или за счет бюджета каждый год выделять там не 100 миллиардов, а по миллиарду, по два, по три. Вот сегодня, насколько я знаю, по последнему форуму, в котором я присутствовал в Москве по ЖКХ, где-то уже около 9 триллионов необходимо, чтобы привести все в соответствие. Ну, где вы возьмете 9 триллионов населения? То есть, ну, как мы хотим, не хотим, мы никогда этого не соберем. Поэтому сейчас все делается, ну, для того, чтобы окончательно, как бы, ЖКХ не провалилось. Вот повышает там тарифы, хотя, на мой взгляд, это не совсем правильно. То есть, надо все равно вводить какую-то систему, которая дала бы результат. То есть, государство должно включиться жестко в эту систему деньгами и работами, чтобы эти деньги не пропили, не прогуляли, не своровали, а чтобы они ушли, например, в новые трубы, в новую систему конструкции этих зданий, там, те же, например, хрущевки, пятиэтажки. Ну, давно их уже надо ремонтировать. Лужков вот начал в свое время в Москве делать, ну, прекратили. И ждут когда? Вот как у нас недавно казарма, да, ВДВшникова рухнула. Вот сейчас ищут виновных. А каково материам? Ну, это звучит, может быть, немножко трагично. Ну, да, если там военнослужащий потерял жизнь на войне, да, ну, это понятно, что ты идешь в армию, ты уже как бы себя готовишь к тому, что ты можешь погибнуть, потому что ты военный. Ну, а при таких обстоятельствах же вообще это нонсенс, когда все это происходит. А сколько вот последние полтора года техногенные всякие ситуации? Там заливает один город, второй, третий. Да, бывает связано это с природными условиями. Ну, когда заливает, например, такие города, как там Челябинск, там Сочи, то есть не только из-за этого, а из-за того, что нет ливневой канализации хорошей. То есть она забита, значит, не прочищена. То есть опять те же службы ЖКХ, значит, занимаются чем-то иным, другим там, да, решают какие-то свои вопросы, но не занимаются своим конкретным делом. То есть не занимаются ремонтом, профилактикой тех систем, которые необходимы для блага населения. Вот весь ответ. Поэтому цены, конечно, они повышаются, но результата конкретного, результата конкретного в повышении качества предоставления услуг и состояния жилищно-коммунального хозяйства его нет. Нигде. Ни в одном городе. Георгий Сергеевич, продолжение коммунальной темы. Вот еще большой блок вопросов. Как решилась ситуация, когда сначала в разных районах Самары были разные расценки на горячую воду, кто-то платил больше, кто-то меньше, а потом вроде бы все тарифы уравняли? Ну, это я думаю, что очевидно была какая-то сделка, кто продавал вторую компанию. ПТС, да? Потому что Волжская тепловая генерующая компания, она принадлежала Виксельбергу. И второй тоже Виксельберг выкупил. Мы же не присутствовали там на этой сделке. Вот я думаю, что там произошел, может, какой-то чейдж. Это же было как раз буквально перед уходом Азарова в Москву. Насколько я помню. И, конечно, на мой взгляд, это как-то не тактично по отношению к самарцам. То, что сейчас выставили, например, летом выставили счет, приравняли всех и выставили с января тем, которые 20% платили меньше, ну, это просто, мягко говоря, свинство, на мой взгляд. Это неправильно. То есть нужно было или предупредить, или как-то постепенно это все делать. Ну, хорошо, если кто-то получает там дивиденды по 200 тысяч долларов, а если пенсионер получает 7 тысяч. О том и речь. Вот. Где он это все возьмет? То есть 7,4 отбирают по июле, вот, например. Ну, я не буду сейчас говорить об этом. Ну, я просто конкретный пример. Я просто говорю, что 85% населения сегодня как бы имеют доходы невысокие. Да. Невысокие доходы, это, очевидно, это данные ЦОМа. Это официальные, как бы, статистические органы, которые проводят эту работу. Поэтому это как бы не дело. То есть вот они уравняли бы, например, наоборот, в меньшую сторону. Ну, как же, им надо получать доходы же. Доходы надо получать, чтобы виллы покупать, острова там и так далее. Вот надо о населении думать больше. Спасибо, Георгий Сергеевич. Следующий вопрос. Уважаемый Георгий Сергеевич, какие условия может создать государство для увеличения в России темпов прироста численности коренных жителей? Ну, эта проблема, она вот для меня тоже, она является такой больной, потому что вот наблюдаешь за всей ситуацией, связанной как бы с населением России. Очень много сейчас у нас населения, выходцы из Китая, из Средней Азии, там вот они создают браки, там прочее. Ну, я не буду сейчас говорить о том, что хорошо это или плохо, но для коренного населения это, конечно, не дело. Когда у нас многодетные семьи, ну, если взять, например, даже Самару, в Самару, да, ну, всего у нас таких где-то, насколько я помню, или 70, или 80 семей таких. Причем у нас Самарская область, она более прогрессивна. У нас считается многодетная семья более трех детей, да. Другие там есть, вот регион там 4-5, там в Калужской там у них свыше 4-х, например, другие есть там области за Уралом там 5, чтобы детей было. Ну, и те пособия, которые дают, ну, они смешные там, там 300, там 400 рублей. То есть, ну, если даже их там прибавить и взять, например, семью, взять, вот, например, средний доход в Самарской области 30 тысяч, да, и вот взять, что семья, например, ну, пусть 4 человека, 4 ребенка, муж, жена, там жена же должна за детьми следить, правильно, 30 тысяч, вот эти наши, как бы, друзья энергетики забирают деньги, тарифы там, то 5-6, то есть, не дай бог, кто-то заболел, и ты обратился, например, в государственную или муниципальную медицинскую службу, там, чтобы сделать, как бы, соответствующие анализы, там надо или неделю ждать. Ну, я приведу пример, вот, недавно у меня знакомая здесь в Самаре, вот, у нее зуб заболел, обратилась, там, ее записали, значит, через 10 дней. Ну, если болит зуб, как через 10 дней? У меня есть эти факты, я вам их отдам, значит, можете даже проверить это обращение и так далее. То есть, они куда идут? Они идут в частную, да, тем более, что сейчас много, как бы, развелось частное. Чтобы в частной системе провести, вот, ну, средний такие, средний набор анализов, ну, это минимум на 3-3,5 тысячи рублей. Ну, вот и посчитайте, то есть, весь этот доход, 30 тысяч, там, то, 5-6, то есть, и что там остается? Да, ничего. Ничего не остается. Вот вам ответ на ваш вопрос. То есть, для того, чтобы заниматься увеличением численности населения, то есть, надо, как в той рекламе, император, лебеди, царское село Санкт-Петербурга, один банк рекламировал, и лебеди улетели. И дворник там, ну, или садовник, говорит, улетели император. Говорит, кормить лучше надо, тогда они улетят. То есть, надо создавать условия, надо строить жилье, причем жилье, не надо, как бы, вот эти большие дома. То есть, маленькие, небольшие квартиры, малогабаритные. Вот как я строил на Антона Овсенко. Пусть они небольшие, но каждой семье нужен угол, чтобы они там могли, как бы, ну, создавать семью, там, рожать, там, и двигаться дальше. То есть, кредитование, там, вот, предпринимательское, как бы, направление деятельности, чтобы у каждого молодого мужчины, там, у женщины, ну, в первую очередь, мужчина, он глава семейства, то есть, он должен зарабатывать, чтобы он имел доход нормальный. То есть, условия надо создавать, вот, и с этим надо четко, конкретно, там, комиссии, группы. Потому что у нас сейчас везде по нас создавали этих общественных советов, а чем они занимаются? Вот надо конкретными людьми, конкретные, фамилии, прям по фамилии, там, Петров, Сидоров, Ванов, в каждом районе, вот, молодые семьи еще есть, вот, с ними надо заниматься. Вот, я вам приводил пример по Марокко, да, то есть, сам король ездит, он же все записывает, записывает конкретный, там, например, населенный пункт, конкретный, кто, кто отвечает и так далее. Вот, и все знают, так же, как в Китае, если там кто-то своровал, мэр или губернатор, там, ему сразу его публично казнят. Все. Публично. То есть, вот, говорят, там, демократия, то есть, нужна, как бы, везде жесткая дисциплина, в том числе и здесь. Создавать условия надо, условия создавать, чтобы все это дело, как бы, прирастало. Эмираты взять, там, очень большое количество, как бы, прироста населения. Потому что там, вот, пять шейхов, так, вот, они все это дело планируют, и каждая семья, вот, вновь появившиеся там дети, то есть, там, очень большие, как бы, даются эти преференции, очень большие. Там идет увеличение, как бы, населения. То есть, надо создавать условия. Создавать условия, и самое основное, чтобы каждый молодой человек, каждая семья видела перспективу завтрашнего дня. А что будет завтра? Вот я сам опрашивал, например, и в Самаре, и в Москве тоже опрашивал. Говорю, ну, а почему вот вы, как бы, не заводите, там, второго, третьего? Так мы, вот, не знаем, как одного, как бы, на ноги поставить. То есть, потому что ни денег нет, вот, квартиру, как бы, не можем приобрести, живем на съемной квартире, и так далее. То есть, жилье, работа, деньги, и, соответственно, как бы, условия для детей, чтобы они могли, там, в детском саду, или, там, в Ясвих, и так далее, там, не за огромные деньги, а, ну, по силу семье, чтобы они могли там находиться. В период, когда родители работают. Да еще выделить какие-то преференции, там, через государство, там, или через банки, там, кредиты, чтобы можно было, там, на 10 лет, там, за небольшие проценты, за мизерные проценты. Значит, купите автомобиль. То есть, полноценные условия для создания семьи. Ну, как в Японии. Там же так вот, человека берут со школы, с детского сада, и фирма его ведет до момента, когда он уже там станет, там, каким-то большим начальником, или отдела, там, или ведущий специалист, и так далее. Или фирма все ему там покупает в кредит, там, и квартиру, и машину, и все остальное, все, что необходимо для жизни человека. Поэтому столько открытий, столько талантливых людей. Есть на что развиваться? Ну, я немножко поспорил. Открытия, они есть и у нас в стране. Конечно. Я говорю об условиях. То есть, условия там, конечно, как бы, ну, очень хорошие для молодой семьи. И поэтому там идет, как бы, и прирост населения. Вот вам весь ответ. Спасибо, Георгий Сергеевич. Следующий вопрос. Уважаемый Георгий Сергеевич, почему продолжается рост цен в магазинах, на ваш взгляд, когда все же стабилизируется стоимость продуктов питания и товаров первой необходимости? Ну, я думаю, что рост цен тут, конечно, надо в первую очередь поставить жесткий заслон тем, кто занимается оптовой торговлей. Потому что очень большой прирост декта делает как раз поставщики товаров. То есть, вот за счет этого можно даже убрать цены, чуть поменьше сделать. Ну, и, конечно, если мы, например, сегодня не производим свою морковь. Вот морковь, зайдите в магазин. Чья морковь? Израиль, Турция, да? Значит, соответственно, та же, там, клубника, там, я уж не говорю о других, там, видах, там, лук, там, все импортное. Вот, импортозамещение, да, это, как бы, сегодня программа, она очень, как бы, перспективная, хорошая, но надо в нее входить, в эту программу. То есть, не только декларировать, но входить в эту программу, посмотреть, вот вызвать реальных, как бы, реальных фермеров и с них спросить, а что же им надо? Я разговаривал с одним фермером, со своим знакомым, Тверская область. В первую очередь, надо, что дешевые кредиты, там, максимум, там, 3-4% годовых поставки. Даже не 7, не 8, 3-4%. Это компенсация за выращенный товар, неважно, там, это зерновые, там, или животноводческий продукт, и, конечно, реализация. Чтобы не посредник покупали, а чтобы сам фермер мог непосредственно, там, на колхозном рынке, там, или ему какое-то место. Вот, как мы в свое время дачникам давали на каждом рынке бесплатные места. Вот они, ну, пусть немного, но все равно они что-то выручали для себя, там, и яблоки продавали, там, на каждом, на каждом рынке у нас в Самаре это было. Я лично сам ездил и проверял, чтобы стояли, как бы, не перекупщики, а именно те, кто производит непосредственно продукт на дачах. Вот здесь, как бы, такой ответ, и поэтому цены, как бы, растут. Есть, как бы, по некоторым товарам, как бы, они снижаются, но в целом, в целом, конечно, цены растут. Вот сейчас те, та же Белоруссия, они же хитрят, вот, ввели, как бы, санкции, но все равно все идет через Белоруссию. Количество выпуска табачных изделий у них увеличилось в два с половиной раза. Вот у нас заявляют, что там, вот, все, там, в России с табакокурением, там, все, все, победили мы все. Вот, а на самом деле все идет оттуда. То есть на нашем, как бы, горе зарабатывают деньги те, которые имеют свободный ВОЗ в Россию, вот, и получают, как бы, доход на этом деле. Вот вам и цены. Понятно. К сожалению, так, вы правы абсолютно. Герси, следующий вопрос. Как вы оцените итоги саммита БРИКС и ШОС, которые прошли в УФС 8 по 10 июля? Ну, самое главное, что вот эти саммиты, они очень полезны, полезны для того, чтобы не было такого давления со стороны Америки, Европы на Россию. То есть это, ну, большое достижение нашего президента Владимира Владимировича Путина, что он смог это, вот, как бы, вместе с Китаем, вот, ШОС, это, ну, Шанхайское соглашение. То есть это безопасность и то, что в Уфе уже заключено очень много там договоров по проектам различным. Вот, конечно, хотелось больше, чтобы было проектов там по легкой промышленности, там, по пищевой и так далее. То есть не только там вот по нефтедобывающим, по газу. Но, тем не менее, все равно этот процесс идет, и, ну, такие страны, вот, например, Индия взять, там, Китай, то есть это, Бразилия, то есть это крупные такие, скажем, территории. Если взять, например, по занимаемой даже площади, это где-то, ну, земной шар где-то, ну, около 40%. Если по выпуску товаров, то есть, ну, валовый мировой продукт, это где-то тоже около 20%. То есть это, ну, как бы, солидно. То есть, ну, если вы слышали, видели выступления, там, американцев, Европы, то есть они немножко, как бы, напряглись от этого. Поэтому это очень большие, как бы, на мой взгляд, шаги, достижения в области международной политики со стороны Российской Федерации и нашего президента. Ну, кстати, вот недавно он проводил, буквально несколько дней там назад, он проводил во Владимирской области встречу с молодыми ребятами, которые занимаются новыми технологиями. Технологии, значит, это, IP там и так далее, то есть, ну, то, что связано с разработкой. Ну, как раз очень хорошо, там, тоже Путин сказал, вот, лаборатория Касперского, то есть, ну, знаете, да, то есть использует это не только там для защиты, там, например, от вируса, да, компьютеров и других устройств, ну, и там еще много всяких разработок. То есть, то, что не впускают там на мировой рынок и не так активно, как бы, используют у нас в России. То есть, надо технологии разрабатывать. А сегодня что происходит? У нас лучшие там ребята, кто закончил там МГУ, там МФТ и так далее, они уезжают за границу работать. То есть, у нас сегодня главная проблема России, вот это я за это, за свои слова отвечаю, это отсутствие хорошей кадровой прослойки в России. То есть, у нас нет специалистов среднего звена, значит, среднего специального звена образования, высшее. То есть, вроде много юристов, там, экономистов, а работать некому. То есть, качество выпуска специалистов очень низкое. Поэтому то, что сейчас сокращает высшее учебное заведение, это правильно. То есть, надо сокращать и, самое главное, надо создавать новых учителей, преподавателей, которые будут действительно давать то, что необходимо сегодня. И последнее, основное, чтобы эти выпускники могли найти рабочие места в России. Они уезжали в Норвегию, в Германию и так далее. Вот недавно я работал с одной компанией, которая занимается социологическим опросом в Москве. Вот провели опрос, ну, где-то более 10 тысяч. Вот возраст от 19 до 23. Молодежь, которая родилась в конце 80-х, начало 90-х годов. Около 90% сказали, что мы хотели поработать в Европе или в Америке. Представляете? Вот вся идеология. То есть, нам надо очень жестко заниматься идеологией. Своей идеологией, чтобы молодые люди, которые сегодня, как бы, уже выходят на тот уровень, когда они участвуют активно в жизни нашего государства, чтобы они любили Россию. Не отдельной, как бы, маленькой кучкой, которая, вот, собралась там, несколько, там, десятков человек, а чтобы вся основная масса, та, которая проживает на территории России, чтобы у них была такая же, как бы, начинка и такие же идеи, что мы должны у себя создавать, мы должны создавать для России, должны, как бы, свое, свое, чтобы наше было самое лучшее. Чтобы наше было самое лучшее. Тогда у нас и протоны не будут падать. Ну, почему там протоны? Вот я сам смотрел выступление Леонова, летчик-космонавт. Он говорит, ну, извините, когда у нас было, чтобы у нас на конвейере, где собирает, значит, такую технику космическую, работали гастарбайтеры? Ну, дело до этого уже дошло. Своих специалистов нет. Это вообще нонсенс. Вот я услышал, я, как бы, долго не мог заснуть после этого. Потому что это действительно очень, как бы, такие печальные слова. Из уст, как бы, действительно космонавта, который первый вышел в космос. Ну, это действительно так. Поэтому надо заниматься. Заниматься надо очень серьезно. И причем заниматься надо по всем уровням вот этим вопросом. Еще раз подчеркиваю, что сегодня кадровая ситуация в России, то есть отсутствие квалифицированных специалистов, как в управлении, так и в производстве. Особенно в области рабочих профессий крайне низкое. То есть везде работают специалисты, которые приезжают не самые лучшие. Там с Украины, с Белоруссии, там и так далее, со Средней Азии. А своих нет. Своих нет специалистов. Ни каменщиков, там, ни слесарей, там, ни токарей лекарщиков. Ну, я привел пример космического. То есть, да, если даже там уже туда залезли гастробайтеры. Георгий Сеевич, ответ понятен. Следующий вопрос касается того, что в российских регионах участились техногенные катастрофы. Пожары, ДТП, потопы. Даже Москву, как известно, заливало по самой шее, были такие дни, затапливало и Тольятти, и Самару. На ваш взгляд, почему так происходит? В чем же причина все-таки? Для того, чтобы сделать дело, для этого необходимо умные, образованные, ну, Петр Первый так говорил, люди или подданные. И железная дисциплина. Стив Джобс. Это человек, который перевернул весь мир, ушел из жизни. Я его очень уважаю. Вот мне приходилось с ним встречаться, то есть, ну, на круглом таком общении в зале. То есть, это действительно человек очень умный, который много, вот даже уже болеет, такой серьезной болезнью, он написал очень много книг. Вот. У него есть такая фраза. Если вы хотите создать продукт, то есть, вам необходимы единомышленники, высоко квалифицированные специалисты, думающие. Ну, думающие, значит, креативные. И, опять-таки, как Петр Первый, железная дисциплина. То есть, это как основная, как бы, фишка везде. Железная дисциплина, которой у нас не хватает. Вот указы президента от 12-го года. Почему они не выполняются? Потому что их не контролируют, нет железной дисциплины. Не выполняет губернатор, или там мэр, или кто-то, или руководитель. Все убирать, ставить другого, кто выполнит. Все. Потому что по-другому невозможно. Одно и то же повторять. Вот. Это называется уже, как бы, перекличка попугаев. Все. Нужна дисциплина везде. И во всем. Тогда будет, как бы, результат. Вот я вам привел высказание двух уважаемых людей. Один из прошлой жизни. Так. Петр Первый. Стив Жобс. Это наш современник. Правильно же высказываете? Конечно. Правильно. Везде нужна дисциплина. Причем железная дисциплина. И среди депутатов. И среди исполнения. И выполнения бюджета. И расходования денег. И отношений к людям. И общения с людьми. То есть, и нахождение правильных программ, которые должны выполняться. Ну, взять вот там тоже Сколково, да. Вот недавно я там был. Ну, все равно там, ну, да, по телевизору там показывают какие-то картинки, что там что-то делают. Ничего там не делается. Там продают различные там сувениры, все там. Нет ничего. А какие деньги туда вложили? За эти деньги можно было построить очень много детских садов. Там, там, или центров развития для молодежи. Обучающие какие-то определенные. А у нас, если взять, например, даже, ну, вот я недавно был на лекции, не буду говорить, какое высшее учебное заведение. Там даже те, кто преподает это, они сами этого не знают. Понимаете? Вот преподает, например, в Москве, там, университет телекоммуникации. Задают вопрос преподавателю, а вот как оптик, как она производит сварка, чем? Не отвечает, они не знают. То есть они знают только теорию. Поэтому и те, кто учат, ну, как вот восточное единоборство я занимался. Для нас сенсей, учитель, это, ну, все, это бог. Потому что он все знает. И он может научить, действительно, тем приемам, тем подходам, которые тебе дадут потом олимп и победу. Поэтому мы должны стремиться к победе все. К победе и побеждать. Тем более, что у нас есть. Вот Лик Ван Ю, Сингапур, который вывел из деревушки, вот, государство. Он так сам пишет. В государство первого мира. То есть Сингапур стал гордым государством, который даже по судостроению занимал первое-второе место. Ну, сейчас он в прошлом году ушел из жизни, сын его продолжает делать. То есть я бы советовал всем нашим депутатам Госдумы, губернаторам, там, мэрам съездить туда и вообще посмотреть. То есть почитать его хотя бы. У него очень много произведений. Вот. Лик Ван Ю. Так вот, Лик Ван Ю, у него, как бы, основные, как бы, мысли его направлены на то, что надо создавать интеллект нации. Интеллект нации. И привлекать интеллект, хороший интеллект, которого не хватает и с других стран. А у нас интеллект уплывает. Вот. Приплывают к нам, скажем, эти гастарбайтеры, ну, не с интеллектом, а те, которые могут только, там, кирпичи переносить. И все. Вот. Все, как бы, эти ответы. Спасибо. Георгий Сергеевич, следующий вопрос. В этом году в Самаре было слишком много тополиного пуха. Как все-таки можно решить данную проблему? Ну, как решить. Надо вернуться к нашей программе. Тем более, сейчас Василенко первый заместитель в администрации города. У нас была программа «Зеленый город». И Владимир Андреевич помнит, что мы уже начали тогда постепенно как бы избавляться от тополя, который дает именно этот пух. А переходить на пирамидальный тополь. Вот и все. Другого же совета я не могу дать, потому что, ну, не вырубать. Если сейчас вырубить и не посадить, то это, соответственно, будет уже определенный дисбаланс. И, к слову сказать, ну, надо уже амброзией заниматься. Потому что я вот проехал по городу, везде как бы амброзия, уже в рост человека там и так далее. Вот если дороги там начали лучше убирать, это видно. Вот, а с газонами надо заниматься серьезно. И, ну, с той территории, где, ну, я же не делал, что Самара там вся в амброзии. Не говоря там о мехзаводе, там, о управленческом и так далее. То есть надо заниматься, работать. Юрий Сергеевич, следующий вопрос. Как вы относитесь к строительству подземных переходов на Московском шоссе? Все-таки это благо или нет? Ну, в любом случае это благо. Другое дело, что я бы все-таки пошел по пути таких, ну, продвинутых городов, которые делают надземные переходы. Почему надземные? Они безопасные. Люди не боятся этих. Вот у нас есть переходы, например, напротив тыльной стороны завода Котэк. Ну, там никто не ходит. Потому что там вечером очень опасно. Там темно, там, ну, бомжи, там, всякие алкоголики там собираются и так далее. То есть надземные, они, во-первых, освещены, и там как-то, ну, человек чувствует себя более в безопасности и комфортнее. Вот все переходы, вот даже сейчас вот идет, например, реконструкция в Питере, в Москве, вот основных магистралей. То есть там делают надземные переходы. Вот я заметил, очень здорово то, что сейчас приступают и к ликвидации кольца, это Аврора и Московское шоссе. Это хорошо для развязки. То есть губернатор Николай Иванович Меркушкин, он, видно, ищет пути решения тех пробок автомобильных, которые, как бы, у нас есть в Самаре. Вот еще я просто даю совет такой, займитесь, как бы, вот вторым направлением, где у нас очень много пробок, и из-за этого, как бы, стоит въезд автомобильный, большие очереди машин, то есть скапливается. Это Ракитовское шоссе и Московское шоссе. Вот сделать там тоже надо примерно то же самое, что Аврора и Московское шоссе. Поездить, посмотреть. Вот. А переходы, я советую делать переходы надземные. Надземные переходы. Они и удобнее, они и комфортнее для людей. И самое главное, что они не дороже, чем подземные переходы. Вот подземные, например, магистрали подземные, ну, как это делают, их называют, как бы, подземный, как бы, туннель, да, то есть их можно сделать то же самое. Например, посмотреть, где у нас, как бы, скопление машин, уйти, чтобы, например, кто едет по Московскому шоссе, могли, как бы, уходить в туннель, а остальные по развязкам, уходить, там, например, на Старый Загор, туда-сюда, на проспектировать и так далее. Вот это можно сделать. Это было бы здорово. А так, надземные, надземные переходы. Спасибо, ответ понятен. Георгий Сергеевич, следующий вопрос, ну, теперь уже это, скорее, наверное, не вопрос, а хотелось бы вернуться к ситуации в Самарском дворе по адресу улицы Лончарского, 38. Нам с вами этот адрес и нашим зрителям очень хорошо известен. У нас есть видеоряд по этому поводу, да. Хотел бы дать небольшие пояснения, что мы несколько месяцев подряд следили за ситуацией программы «13 вопрос». Вы активную позицию, очень жесткую, проявили по этому поводу. Там живет ветеран, я напомню нашим зрителям, ветеран Великой Отечественной войны Лидия Николаевна Белянина. Она, пожалуй, на грязь и разруху во дворе, и на днях съемочная группа программы вновь побывала на улице Лончарского, 38, и зафиксировала изменения, которые там произошли после нашего предыдущего выпуска. Давайте посмотрим. Ну, тогда и глава района Волчкова выступала. Да. Я думаю, что она тоже приложила, как бы, активную роль в этом вопросе. Потому что она не побоялась, выступила. Потому что многие же прячутся. Она молодец, выступила по телевидению, вот, в программе. Давайте посмотрим видео. Давайте, давайте. Нам асфальт положили по Мичурино, вдоль дома. Теперь до больницы нам положили асфальт. Столбы у нас были здесь электрические, но убрали, убрали. О программе вашей, конечно, спасибо. Они заботятся и приезжают к нам, и звонят по первому вызову. Большое им спасибо. И вам, Георгий Сергеевич, вы об нас позаботьтесь, чтобы мы были, жили в хорошем месте. Конечно, там еще, вот, я буквально вчера туда заезжал. Не надо успокаиваться, потому что внутри двора там еще очень много работы. Поэтому, как бы, службам, и я обращаюсь, опять-таки, к областной администрации, потому что они заказчиками являются. Значит, надо во дворе, как бы, навести там окончательный порядок. То есть, сделано, сделано, есть уже там возможность людям, ну, по крайней мере, не в лужах тонуть. Но все равно надо еще доделать. То есть, мы окончательную точку не ставим, но можем сказать, что есть продвижение в положительном направлении. Мне хотелось бы, чтобы, ну, по крайней мере, до сентября, значит, эту тему мы сняли с контроля. И не от хорошей жизни, я повторяю, вот, у нас и программа существует. Решайте эти вопросы в районах, решайте в городской администрации. Тогда мы не будем заниматься, мы будем другие темы обсуждать, которых у нас очень много в Самаре. Вот. Поэтому я просил бы тех, кто отвечает за эти вопросы, это и Министерство строительства, областная администрация, и непосредственно заказчику, обратите внимание на дворовую территорию. Чтобы не отдельно вот такие вот кляксы там были, асфальтовые, а чтобы был комплекс, на который можно посмотреть. Спасибо. Георгий Сергеевич, и наш 13-й вопрос. Дадим возможность нашему зрителю задать его вам. Георгий Сергеевич, а почему у нас в Самаре такие грязные пляжи? Ну, я думаю, что этот вопрос надо обратить к городской думе, к Самарской, главе администрации, вот, в Урсово. То есть надо следить, вот, ну, хотя бы съездить, там сами поиграйте в пляжный валетбол, да, и посмотрите, в каком состоянии там вечером находятся пляжи. То есть очень, как бы, там действительно загрязнено, у нас такого никогда не было. Вот, поэтому есть даже муниципальные предприятия Самарской набережной, которые отвечают, там, и за состояние набережной, и за пляжи. То есть, ну, надо сеять песок, там, уборщики, то есть надо руками работать. И каждый раз, каждый день понятно, что остается какой-то мусор, это везде, там, и в Японию, вот, если кто был, там, в парк идут, и там сразу следом идет уборщик, там, и собирает, как бы, за человеком мусор. Сегодня сказать, что наши пляжи чище, чем, там, в Нижнем Новгороде, там, или в Ульянске, я не могу, потому что вот я был недавно в Нижнем Новгороде, ну, в небо и земля. Я подчеркиваю, вечером, вечером я заходил, смотрел. Поэтому грязь, потому что господин Козырев, Вадим Геннадьевич, это директор муниципального предприятия, то есть он за этим делом не следит. Вот, вот, как король морок, сам ездит и смотрит. То есть надо больше самому приходить вечером и потом носом, как бы, туда. Не как страус, а вот и как работник, кто за это отвечает, вот в эту грязь, чтобы он понюхал эту грязь и подумал о том, что, ну, завтра же придут люди, самарцы наши любимые, которые будут, как бы, здесь отдыхать, там, плавать, заниматься. Может, там, валетболк будет играть и так далее. То есть людям нужен отдых. Если у них нет возможности финансовой выехать куда-то там в Турцию и так далее, ну, дайте возможность, чтобы они могли в Самаре отдохнуть. Поэтому сегодня мы объявляем тормозом, тормозом, ну, Самарскую набережную, я не могу, вот, муниципальное предприятие, потому что название, как Самарская набережная, для нас всегда святое название, правильно? А вот привет передаем Козыреву Вадиму Геннадьевичу, директору муниципального предприятия Самарской набережной. Спасибо, Георгий Сергеевич, спасибо. Пожалуйста, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Город над рекою, сельни весною, светится огнями ночью до зари. Льются над Самарой песни под гитарой, и поют волжанкам парни-волгари. Волга на рассвете радостно приветит всех друзей хороших лаской и добром. Ну, а если летом гости к нам приедут, мы их с песней встретим в парке городском. Самара, 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 родная моя страна. Самара, 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 прекрасна на все времена. Самара, 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 любимая сердцу земля. Самара, 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 надежда и гордость моя. В центре всей России город наш красивый, в жигулях привольных это не секрет. С радостью большую, трудимся с душой, и девчат самарских краши в мире нет. Солнце на закате, в голубом наряде, ярко озаряет вольные края. И всегда со мною, летом и зимою, милая Самара, родина моя. Самара, 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 родная моя сторона. Самара, 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 прекрасна на все времена. Самара, 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 любимая сердцу земля. Самара, 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 Надежда и гордость моя. Самара, 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 Любимая сердцу земля. Самара, 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 Надежда и гордость моя. Самара, 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 Родная моя сторона. Самара, 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 Прекрасна на все времена. Самара, 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 Любимая сердцу земля. Самара, 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 Надежда и гордость моя. Самара, 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 Надежда и гордость моя. Субтитры создавал DimaTorzok